Участвовать в жизни государства, быть активным человеком. Вот чего хочет студентка классического университета Яна Атаманюк, которая собирается поработать наблюдателем на выборах президента страны. Помимо этого, она считает, что это полезно для профессии, учиться на юриста. Это первые выборы, в которых студентка принимает участие как наблюдатель, поэтому о том, какие качества требуются, она пока только догадывается. Я думаю, что прежде всего надо быть внимательным, следить за всем, быть достаточно активным, разбираться, быть компетентным, чтобы, если что, вдруг кому-то помочь. В прошлом декабре в федеральный закон о выборах президента были внесены изменения. Наблюдатели в день выборов на участки теперь могут делегировать общественные палаты. Другое дело, что предварительно таких специалистов необходимо обучить. Энергии много, а вот опыта пока не хватает. В целом на избирательные участки выйдет более 3000 наших наблюдателей. Это люди, представители от общественных организаций, с которыми общественная палата заключила соглашение о взаимодействии. Это люди с активной гражданской позицией. Ну и судя по тому, что вы видите, большая часть из них молодежь. Обучение наблюдателей, которым предстоит работать в Перми, состоялось в оффлайн-режиме, с глазу на глаз. А вот общественники, которые выйдут на участки в день президентских выборов на территории региона, получали навыки с помощью специальной видеоконференц-связи. Далее в помощь наблюдателям возможность регулярных консультаций в общественной палате. Ну а в день выборов горячая телефонная линия. Каждый из сегодня здесь присутствующих потенциальных наблюдателей получил специальные методички по наблюдению, по законодательным нормам. И так называемый золотой стандарт наблюдения, где необходимо отмечать конкретно, что происходит на избирательном участке в конкретный момент времени. В целом общественная палата заключила соглашение более чем с 50 организациями. Делегировали на участки в основном молодежь. Эксперты уверены, это правильно. В этой среде высок процент скептиков, которым нужно своими глазами убедиться. Выборы проходят предельно корректно. В роли наблюдателя для этого есть абсолютно все условия. Роман Попов, Станислав Уланов, Андрей Голдырев. Телекомпания «Ветта». Роман Попов, Станислав Уланов, Андрей Голдырев.